Сегодня получила письмо от украинки. Очень, очень классное. Добрый день, Аленка. Прежде всего, хочу сказать вам большое спасибо за вашу позицию и стремление помочь Украине. Вы крутая. Дюжедякую. Я вижу, вам пишет много людей о своих ситуациях во время войны. Захотелось рассказать свою. В начале войны, когда были первые прилеты, было страшно. Мы сидели на небольших чемоданах, которые сложены, были самые необходимые вещи на первое время. На тот момент у нас была семья из четырех людей. Я муж и двое сыновей. Муж отправлял нас с детьми в другую страну, так как хотел идти в военкомат. Мне было сложно оставить все, мужа дома. Вообще не хотела покидать страну, и мы остались. Теперь он как год на передовой. Один раз был в отпуске. Время войны у нас родилась еще дочурка. Поздравляю. Это очень классно. В роддоме мы каждый день сидели в подвале с детками и слышали, как работает ПВО. На протяжении всего времени, будучи беременной, ты ходишь как зомби, волнуешься за мужа. Когда приходит короткая смс-ка, все хорошо. Раз в неделю, в две недели. Это уже очень хороший день для тебя. По закону мой муж может уволиться из СССР, если трое детей, но он на передовой. Говорит, что он должен быть там, где есть сейчас. Ради нас, его семьи. Мы гордимся им очень. Он смелый, сильный и физически, и морально. Стрессовоустойчивый. Он шутит, смеется, когда есть возможность позвонить. Даже я не настолько здесь позитивна, как он. Но мы держимся ради друг друга, переживаем за друг друга, постоянно с детьми пишем, как мы его любим. Сейчас уже все привычно. Уже нет тревожных чемоданов. Никто не бежит в подвалы. Мы достраиваем дом. Закупаем туда мебель. Уже купили технику всю. Холодильник, стиралку, посудомоечную машину, варочную поверхность, духовку и так далее. Заказываем кухню. Мы хотим к осени переехать уже в новый дом. Конечно же, страх не исчез. И еще есть тревожность. Но так же, как и появились новые цели, к которым мы теперь идем еще быстрее. Мы ждем с нетерпением и победы, и того, что наши мужья вернутся домой. За детей очень больно. Дети скучают, волнуются. Это видно по их поведению. Старший сын молчит. Но я вижу по нему, что внутри у него творится. Когда муж приехал в первый раз в отпуск, словно спустя полгода на передовой, их счастью не было предела. Старший плакал, хотя и прятал слезы. Для них это был сюрприз. Дети тоже уже привыкли к тревогам. В школах и садиках во время тревоги они сидят в подвалах. Бывает целый день. Я знаю, что люди, которые сейчас в оккупации, переживают наихудший период жизни. Но мы молимся за тех людей и за то, чтобы наши поскорее выгнали орков с тех территорий. И этот кошмар закончился. У меня много знакомых, которые помогают то, чем может. Возят на передовую волонтерку, у кого свои магазины дают волонтерам бесплатно разные товары для ДСУ. Поэтому уверена, с таким народом ждем перемоги. Слава ДСУ! Слава Украине!